А что там за объявление? Каждому долгу по рифме, а каждой строчке из платежки, строчка из стиха. К середине марта Нижнекамск задолжали газовикам 5 миллионов рублей. Это при том, что в среднем абонент платит по 65 рублей в месяц за отопление и 290 в год за техобслуживание. Но даже смешные цены должников не убеждают. Газовики, надеются, убедят смешные стишки. Посредством этих объявлений на яркой бумаге, с юмором в тексте, хотелось бы достучаться до сердец и умов наших абонентов, чтобы они задумались о том, что все-таки нужно погасить своевременно долги за уже использованный природный газ и за проведенное техническое обслуживание газового оборудования. Смешно и до боли знакомо. На разноцветных бумажках строчки на мотив песни из бременских музыкантов. Так, требуя оплатить долги, неплательщикам предлагают включиться в игру и пропеть написанное. Заплати свои долги и вари, и спокойненько живи. Однако, захочет ли распеваться тот, у кого и без того романцы, поют финансы, мнения разделились. Слушаем мое истерическое, истерическое, слово-то такое, истерическое. Пока не начался сезон ваш в огороде, не позабудьте провести ТО для газовой плиты. Глуповато, я что-то не знаю, даже как сказать. А вам как? Нормально, лучше вот этот, конечно, прикол. Первыми бумажки со стихами появились в доме на химиков, скоро и на всех подъездах города. Об этом говорят сами авторы службы внутридомового газового оборудования. Шутка, считают газовики, воспринимается куда лучше грозного предупреждения, а юмор куда лучше штрафа. Рамиль Шайдуль, Наталья Лушникова, Рафаэль Ракибов, ТНВ, Нижнекамск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова